Ну сначала я начну с того, что у человека есть психическое тело. Вот, допустим, есть три тела у человека. Есть физическое тело, это то, что мы изучаем по анатомии, там разные органы, там и так далее, нервная система. Все это физическое тело. Есть психическое тело. К сожалению, современная наука мало что вообще в этом понимает, хотя древняя наука подробнейшим образом описывала и описывает психическое тело человека. Мне повезло, я изучал это в Индии. Есть такое физическое знание, там есть аюрведа, это наука такая. Аюр, аюр означает жизнь, веда означает знание. Аюрведа означает наука о жизни. Я изучал эту науку, и там с самого начала разбирается, что у человека есть три тела. Есть физическое тело, есть психическое, есть духовное. Духовное тело – это просто душа, маленькая искорка, она находится вот здесь, в области сердца. Впервые в жизни я увидел, как это происходит, изменения в плане души. Когда на моих глазах один мой близкий человек остался, ну, знакомый, ушел из жизни, я прослеживал, как его психическое тело вместе с душой вышло из грубого тела, он потом себя осознал снаружи. Ну, то есть психическое тело, оно не умирает, оно остается живым. Умирают только грубое тело, физическое тело. Психическое тело имеет каналы свои психические, два типа каналов. Одни каналы питают энергией все органы, системы, весь организм. Эти психические каналы, они окружают каждый орган, все клетки, фактически все, то есть они как выстилают весь организм и питают энергией.